Привет, друзья! Сегодня в Белоруссии самый важный день в ее истории. 26 лет Лукашенко находится у власти. На этой предвыборной кампании люди впервые почувствовали, что есть возможность честно сменить власть. Но старый диктатор предпоследний в Европе сдаваться не хочет. Он уже всех запугивает, обещает все утопить в крови, что он ничего не боится. В интервью Гордона он сказал, что я не понимаю, чем мне в жизни заниматься, кроме как не править этой страной. Живи Беларусь! Сегодня выпуск про Белоруссию. Конечно, Гордон очень сильно облезал диктатора с ног до головы. Интервью интересное, но видно, что Гордон его просто вылизывает. Мне непонятно, за свободу он людей, либо он за последнего диктатора. Хотя, скорее всего, за последнего диктатора. Гордон очень нежно на все улыбается, на абсолютный бред. Когда он ему задает вопрос про самый большой митинг в истории Белоруссии, ему Лукашенко говорит, «Дима, ты же понимаешь, это все фотошопы, технологии развиваются, ты же как журналист сам знаешь, все рисуется, там вообще никого нету и ничего нету». Смотрите, как проходил самый большой митинг в Белоруссии, который Лукашенко на весь мир говорит, что это фотошоп. «Поставим эту тюрьму, все сетчих стен стоять не должно, так пусть они рухнут, 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 обетшавшие давно. И если ты надальшь плечом, и если мы надали вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем». После этого митинга колоссального впервые в истории Белоруссии. Диктатор только по телевизору Гордону может рассказывать, что это все фейк, это все фотошоп, и на него приходят либо индивидуальные предприниматели из Черкизона, которые остались без работы, либо студенты, которые выехали из Польши из-за пандемии, потому что им нечего делать, и они приходят на трех девочек оппозиции посмотреть. Но боится он страшно. Он срочно начинает ставить палки в колеса, делать все, чтобы следующие митинги не проходили. Где-то нет света, где-то срочно начинаются ремонтные работы. У них должен был быть на стадионе последний митинг перед выборами. Там объявили день военного железнодорожника и запретили проводить. Но оппозиция бросила флешмоб. Давайте соберемся на муниципальном мероприятии в Минске государственном по образованию. Все туда придем, в 7 часов вечера поднимем руки с белыми ленточками и покажем, что мы есть, вот они и мы едины. А дальше, как обычно, когда нация против, ты не можешь все запретить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok которые разжигают ненависть к власти. Вот так вот послушали хорошую музыку великого исполнителя. Десять суток ареста. Как для любого диктатора, хоть Лукашенко уже называют предпоследним диктатором, последнему тоже недолго осталось. В Хабаровске уже все начинается, это самое начало. Лукашенко в интервью говорит, Я не знаю, что я буду делать, если меня люди не выберут. У меня нет денег, у меня нет ничего. Я кроме как править, я всю жизнь лет царь. Я даже не представляю, чем я могу заниматься. Я должен править, и это моя судьба. И только такие люди, как я, могут быть правителями. Его абсолютно не волнует, что люди против него. И он их уже достал, и он им надоел. И они хотят иметь элементарную сменяемость власти. Он уже знает на каждом участке до единички в абсолютных цифрах, сколько, где ему нарисуют. А так как нация против этого, все это попадает в сеть. И какие сегодня будут результаты, каждый избирательный участок знает еще неделю назад. Смотрите видео. Количество собираем согласно новому печи в шифрах. Понятно? И поем. Число голосов поданных за кандидатом депутаты в общее. Дмитрий 64, Конопарская 11, Пашин 952, Стефановская 102, Чечень 18. Число голосов поданных против всех кандидатов 207, недействительных, 21. Число бюллетеней получено в участковой комиссии 2000, испорчено, 6 неиспользовано, 581. Нет вопросов? Понятно, что для всех это закрытая информация. Даже с собой себе ночью програтишься. Что, пожалуйста, мне весело не програтишься ночью. Если будет не очень тихо, конец рабочего дня в воскресенье. А такое тоже может быть и ожидается. Нам могут только на каждом учреждении попытаться не дать в эти комиссии, чтобы вы не были. Значит, внимание. Будут развозить специальные бригады с ГУБД. Их 20. Будем надеяться, что все будет хорошо. Танцер будет, артисты будут, петь будут, танцевать будут. Уже совершенно понятно, что завтра в всех новостях мировой прессы будут новости только из Белоруссии. Люди выйдут однозначно после 8 вечера. Фальсификации будут не то что 100%, а 10 тысяч процентные. Я очень желаю, чтобы Белоруссия победила. Чтобы у нее была демократия. Они выбирали, кого хотели. Чтобы было как можно меньше крови. Живи Беларусь. Все будет у вас, ребята, хорошо. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok